Привет ребята, мы продолжаем наш курс HTML Master и сразу хочу вас попросить прямо сейчас поставить лайк этому видео, потому что помним, что следующее занятие я для вас сяду записывать только после того, как это наберет более 50 лайков. Ставьте лайк прямо сейчас. Сегодня мы с вами будем учиться работать с картинками, а именно научимся задавать иконочки для наших страничек, а также вставлять непосредственно картинки на сами странички в теле сайта. Поэтому первым делом, пожалуйста, откройте описание под этим видео и там будет ссылочка на архив, который я подготовил специально для вас под названием FavIcon. Этот архив скачиваете к себе на компьютер, можете прямо в папочку, где у вас находится файлик index.html, скачиваете и потом распаковываете его прямо сюда, извлечь в текущую папку. Вот так вот. В итоге мы получаем три картинки разных форматов, это svg, icco и png. Итак, как задать нашему сайту иконку? Смотрите, для того, чтобы иконка начала отображаться на нашем сайте, нам просто достаточно добавить файл favicon.eico, то есть именно с таким названием и с таким расширением в корень нашего сайта. Получается, смотрите, когда мы открываем наш сайт на сервере, давайте я тут обновлю страничку, нет, не подхватилось, давайте я закрою живой просмотр, открою его по новой. Так, и сейчас у нас тут должна появиться иконочка. Видим, бац, иконка появилась, да? То есть именно вот этот файл с таким названием и с таким расширением подхватывается, если он находится в корне сайта. Но обратите внимание, что это работает только на сервере. Если я просто-напросто запущу файлик на своем компьютере в каком-нибудь браузере, то вы увидите, что здесь иконочки не будет. Для того, чтобы она начала отображаться, нам необходимо использовать специальный тег под названием link. Так, давайте я сейчас сверну боковую панельку, чтобы нам было больше места. Откроем здесь наш браузер. И смотрите, вводим этот тег. Он должен находиться в голове нашего сайта, то есть в теге head. И здесь мы прописываем в первую очередь link. Затем мы прописываем атрибут rel, который указывает на тип того, что подключаем, а именно icon. То есть мы подключаем иконку. Затем мы можем указывать уже путь к нашей иконке. Давайте мы назовем опять-таки fav.icon. И давайте пока что закроем. Так, сохранимся. Если мы обновим страницу, то увидим, что здесь иконочка появилась. Но даже если мы сейчас просто запустим страничку в каком-либо браузере, то вы увидите, что здесь тоже иконочка отображается. Также желательно указать тип подключаемой иконки. То есть если мы подключаем файл ICO, то тогда мы пишем type, равняется. И затем пишем images. И через слэш пишем xdfisicon. Вот так вот. То есть вот это правильное подключение по стандарту HTML 5. И теперь давайте разберемся, как подключить другой файл. То есть с другим названием или даже с другим расширением. Потому что если расширение будет другое, то иконка уже даже если она будет точно так же называться, автоматически даже на сервере подхватываться не будет. Давайте мы сначала создадим здесь папочку images, в которой и будем хранить все остальные наши картинки. И вот эти два файлика, logo и airplane, давайте мы перетащим сюда. Так, ну или просто вырежете, скопируете в папочку images. Отлично. И теперь давайте попробуем подключить другой файл. Так, другую картинку. Мы это уберем. И здесь подключим images. И укажем logo png. Вот так вот. Сохранимся. И обратите внимание, что здесь уже автоматически поменялась иконочка. Видите, да? То есть была другая до этого. Давайте я отменю действие, а вы смотрите сюда внимательно. Бах! Видим, вот какая была и вот какая поменялась. Смотрите, мы можем подключать в принципе картинки любого расширения. PNG, GIF, JPG. Но тогда нам здесь желательно указать другой тип. Но это по стандарту опять-таки. PNG. То есть images PNG, да? И если мы подключаем, например, иконочку JPG, мы здесь пишем тогда получается формат картинки JPG, либо JPEG, вот так вот, либо GIF, да? И смотрите, также можно как бы дозволенно подключать иконки картинки с форматом SVG. Давайте мы попробуем подключить Airplane SVG. Только здесь тогда надо писать SVG плюс XML. XML. Вот так вот это правильно будет. Но смотрите, формат SVG, он сейчас поддерживается только новыми браузерами. И то только если мы используем его на странице своего сайта, а не в качестве иконки. Поэтому у меня увидеть вот эту иконочку удалось только в одном браузере, это Firefox. И то там были глюки. Смотрите, я запускаю. Иконка, видим, появляется самолетик. Но если я ее обновлю страницу, то иконка пропадает и потом уже не появляется. То есть видна она только в первый раз при открытии браузера. Почему-то так. Поэтому пока я их в качестве именно иконок для документа не рекомендую использовать. Давайте мы назад вернемся к нашему фав-айкон. И смотрите, еще один момент. Сейчас я использую такой способ подключения. Прописываем так, x-айкон здесь. И здесь независимо я всегда прописываю x-айкон, даже если у меня файл png, либо jpg в качестве иконки. И тут я прописываю шоткат еще. Шоткат. В связи с чем это связано? Дело в том, что данные атрибуты спецификации HTML5 убрали, потому что посчитали лишним. И действительно он лишний здесь, понимаете. Но дело в том, что старые браузеры IE, они не поймут вашу иконку, если здесь не будет стоять атрибут шоткат. Поэтому некоторые прописывают вот эту строку только одну. И я в том числе делаю именно так. А другие, например, могут прописывать вот таким образом. То есть первый способ. Они нормально подключают иконочку первым способом. И потом ниже дублируют ту же самую иконку. Ну или какой файл они подключают. Но только уже указывают старый способ подключения. Ну так как это работает старый способ и в старых и в новых браузерах, то смысла я дублировать строку не вижу. Вот так вот. Такие вот пироги, ребята. И теперь давайте будем разбираться с картинками. То есть как вставить картинку на сайт. Давайте мы опустимся пониже. Здесь мы тоже опустимся вниз, чтобы нам было все видно. И здесь давайте мы заведем новый тег h3. Так. В котором напишем подключение картинок на сайте. Подключение картинок на сайте. Ну или использование. В общем, зовите по-своему. Так вот. Картинки подключаются довольно легко. Для этого мы будем использовать одиночный тег под названием img. У него нет закрывающего тега. Вот так вот. И здесь первым делом мы должны указать путь к нашей картинке. Указывается он через атрибут CRC. SRC. Или как он тут правильно читается. Я толком не знаю. Но, в общем, такой атрибут. И здесь мы уже указываем непосредственно путь к картинке. А именно у нас это папочка images и файл logo.png. Вот так. Обратите внимание, что здесь появилась картинка. Также желательно использовать атрибут alt, потому что иначе будет ошибка валидации кода. Атрибут alt, он в нем указывается описание картинки. Давайте мы напишем логотип. Логотип. Используется этот атрибут, как я понимаю, именно для тех, кто смотрит сайт слепую. То есть не видит и использует для этого какие-то программы. Они, наверное, там как-то говорят. Вот тут картинка с описанием логотип. Поэтому alt-атрибут обязательный. То есть нельзя использовать img без alt. Отображаться будет, но это будет ошибка валидации. И еще я рекомендую использовать атрибут title. И здесь давайте мы тоже пропишем логотип. Вообще title мы можем использовать к любому, абсолютно любому тегу. И вот этот атрибут, не путайте, пожалуйста, его с тегом title. То есть это две разные вещи. Тег title это название вкладки. Но когда мы используем атрибут title, это всплывающая подсказка при наведении. Смотрите, я навожу мышку. Здесь появляется всплывающая подсказка логотип. И такую подсказку мы можем использовать для любого тега. Давайте, например, возьмем тег h3. Title равняется заголовок третьего уровня. Заголовок третьего уровня. Так, сохраняемся. Обратите внимание. Видим, появляются у нас здесь подсказки. Вот таким образом. И смотрите, соответственно, вы можете использовать любые картинки. PNG, JPG, GIF, в том числе и SVG. Ну, если правда, то картинки SVG, они подключаются разными способами. То есть там более пяти способов их подключения. Но это мы будем уже разбирать непосредственно, когда перейдем к SVG графике. Если мы перейдем в рамках этого курса, я пока не решил. Но там уже я расскажу тогда вам про все способы подключения. Но сейчас давайте мы будем просто использовать тег img. Тоже пропишем images. Airplane SVG. Видим, вот наш аэропланчик появился. И здесь давайте то же самое. Скопируем. Ставим. То есть помним, что атрибут alt обязательный. И смотрите, сразу хочу показать, чем отличается SVG графика от прочей. То есть дело в том, что PNG, JPG, GIF, это все растровая графика. И, например, если мы здесь пропишем атрибут width, которому зададим ширину 500 пикселей, то смотрите, как изменилась наша картинка. То есть она стала увеличивать, стала размытой такой и некрасивой. Но вот SVG графика это векторный формат, который отображается браузерами. И он этого увеличения совершенно не боится. Давайте мы пропишем 500 пикселей. И смотрите, наш самолетик, он точно такой же четкий, как и в уменьшенном варианте. SVG графика стала настолько популярной, во-первых, по причине, которую мы только что с вами увидели. Также мы можем ее спокойно анимировать, менять какие-то объекты на ней, добавлять новые, менять цвета, накладывать фильтры. И все это только в HTML-коде. Вообще, сама по себе графика SVG, она представляет из себя набор кода. Давайте мы удалим покуда эту картинку, откроем боковую панельку, откроем наш файлик SVG прямо в редакторе. И обратите внимание, что здесь у нас отображается не картинка, а именно код. И если мы его весь скопируем, этот код, и вставим в наш файл индекс.html. Давайте мы сюда его вставим. Отлично, 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 отлично. Так, посмотрим. Вот он, да. Давайте мы сохраним, обновим страничку, то вы увидите, что здесь появился тот же самый наш самолетик. Видите, да? И он, получается, мы можем нашу SVG графику использовать как обычный HTML-код. И прямо в этом коде мы можем менять и размеры наших самолетиков, и размеры отдельных фигур, добавлять новые какие-то фигуры, полностью менять цвет, настраивать фильтры и применять анимацию. Все это доступно в SVG формате. Но это уже отдельная тема для разговора. А сейчас спасибо за внимание, ставьте лайки, и скоро вас уже будет ждать следующее занятие. Субтитры подогнал «Симон»!